МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это самое сильное испытание, которое выпало на долю нашей экономики в уходящем году. У нас был такой насыщенный год. Я думаю, и для Чуваши, и для Российской Федерации в целом, наверное, два знаковых события для экономики. Это санкции, которые были введены и против Российской Федерации, ответные действия со стороны нашей страны. Ну и, соответственно, в конце года, когда на финансовом рынке Российской Федерации появилась нестабильность по отношению к национальной валюте. Я думаю, что два этих события, в общем-то, затмевают все остальные экономические недостижения и какие-то невырядецы, которые имеются в экономике и региона, и России в целом. Ну, давайте по хронологиям. Санкции, продовольственная эмбарго, его последствия. Вполне ожидаемо цены выросли, но всегда ли это повышение было обосновано? И не было ли таких случаев, когда под шумок производители, продавцы просто стараются извлечь максимум выгоды из сложившейся ситуации? Ну, если смотреть по итогам уже прошедшего времени, инфляция у нас выше, чем за прошлый год в аналогичный период. И наибольший вклад вложили показатели именно по продовольствию. Если в целом посмотреть, выше 12% выросли уже цены на продукты питания. Это выше, чем при Волжском федеральном округе и в Российской Федерации. Поэтому мониторинг рынка продовольствия идет в ежедневном режиме со стороны органов власти, как федеральных, так и региональных. Соответственно, принимаются все меры по насыщению рынка. Это в осенний период, вы помните, и ярмарки проводились для сельхозтоваропроизводителей. Допускался более расширенный перечень товаров, которые производятся нашими сельхозпроизводителями на рынок, чтобы по возможности население могло сделать покупки по понятным и доступным ценам. Естественно, целый ряд продуктов питания не производится не только в Чувашской Республике, но и в Российской Федерации. Это касается, к примеру, экзотических фруктов, рядов видов мяса. Соответственно, рост на эти виды товаров, он в первую очередь формировался за счет возможности замены одних производителей и поставщиков другими. То есть, как быстро это все происходит. Ну и плюс оказало влияние по ряду позиций именно, так скажем, конъюнктурные вбросы информации. Что касается гречки, если брать сахар, то здесь в первую очередь уровень нашего валюты, рубля по отношению к доллару. То есть, такие моменты были, где по ряду позиций рост был значительным, превышающим все статистические показатели по инфляции. Но если брать гречку, она выросла за этот период более чем в два раза. Ну, с гречкой это, в общем-то, не первый раз происходит, безотносительно, собственно, к санкциям. Это было и в прошлом году, или там в позапрошлом, как-то так периодически что-то с ней. А вот что такое случилось у нас с мукой, например? Буквально вчера обсуждали этот вопрос. Вроде бы и собрали зерна больше, и продаем больше. А почему цена растет? Ну, в первую очередь, естественно, мука, она не может расти отдельно от зерна. И сегодня мы видим, стоимость зерна уже перевалила за 10-11 рублей. Соответственно, идет рост стоимости муки. С чем это в первую очередь связано? Да, в Российской Федерации серьезный хороший урожай, но мы опять попадаем на курс рубля по отношению к основным валютам. Сегодня зерно стало серьезным экспортным товаром. И, в принципе, для и производителей, и продавцов основных, им сегодня значительно выгоднее продавать данное зерно за территорию Российской Федерации. Даже в рамках таможенного союза наблюдались в соседних с Казахстаном регионах, где было выгодно вывозить даже соседний, близкий к нам Казахстан, зерно. Потому что национальная валюта не была девальвирована Казахстаном. Ну и, соответственно, выгоднее было им покупать зерно, как товар. Покупался он на рубли, а реализовывать его можешь, соответственно, уже в валюте других стран. И, соответственно, сегодня поднимается вопрос на уровне Российской Федерации по зерну. Обсуждается первое – это введение, соответственно, пошлин. И сегодня, в общем-то, целый ряд статей вышло на эту тему. И, в принципе, ограничение выдачи документов на вывоз по зерну. Это должно стабилизировать зерновые цены, соответственно, цены на муку, хлебобулочные изделия. Ну и, соответственно, производители, в первую очередь мяса птицы, свинины, тоже должны понимать, что стоимость зерна будет понятна и не сильно повлияет на их бизнес, на его рентабельность. Поэтому это все взаимосвязано. И здесь нужно просто своевременно принимать меры и на уровне Российской Федерации, и на уровне региона. Если брать чувашу по муке, хлебобулочным изделиям, то мы, в принципе, сегодня на фоне привушек федерального округа смотримся, если рассматривать цены, как одни из самых дешевых цен. В первую очередь это связано с тем, что был сделан хороший запас основным нашим производителям муки. Это лучший ваш хлебопродукт более двух месяцев, даже ближе, наверное, к трем месяцам это по пшенице. И порядка семи месяцев по ржи имеются запасы у предприятия. Сформированы запасы в продовольственном фонде, резервный фонд у нас тоже сформирован. Поэтому мой прогноз, что в ближайшие 2-3 месяца по ценам на муку, на хлебобулочные изделия мы будем укладываться в прогнозные показатели. То есть верничать не нужно и впрок закупать не стоит тоже? Я считаю, что сегодня нет такой необходимости островить для населения. То есть муку всегда можно будет купить, она будет присутствовать, будет возможность купить доступный хлеб. В принципе, все это, мне кажется, не так сильно должно повлиять на рынок и предпочтение покупателя. Иван Борисович, Вы упомянули о том, что производителям зерна выгоднее продавать его куда-то на сторону, за рубеж. Помните, буквально несколько месяцев назад в этой же студии в конце лета мы как раз разговаривали на эту тему и обсуждали вопрос, насколько выгодно нашим производителям, сельхозтоваропроизводителям, ну не только зерна, а допустим мясо, молоко, там другое какое-то сырье, что продавать свою продукцию в другие регионы, например, в Москву, где и цену предлагают выше, и спрос больше. То есть вот случилось такое? Или же все-таки прежде думают о родине, а потом о себе? Здесь действуют рыночные отношения, это бизнес и для наших производителей, и для любых производителей любых регионов. Если закончить тему по зерну, сегодня стоимость зерна где-то тонны в районе 636 долларов, да, и Вы можете спокойно пересчитать на рубли, сколько это стоит, это я мировую стоимость называю. Россия – крупный игрок по зерну. Порядка 10% всего экспорта зерна, прогноз специалистов, будет приходиться на Российскую Федерацию. И, соответственно, создана определенная мощность под вывоз, это и порты, это и железнодорожный транспорт, через который идет вот этот экспорт. И здесь все определяется именно рыночными отношениями. Если цена будет выше в Российской Федерации, соответственно, никто не будет это зерно вывозить. Так и для любых товаров. Сегодня есть спрос на молоко, есть спрос на мясо, производимое у нас в Чувашии. И, соответственно, если предложение из других регионов поступает интересное, производители продают свою продукцию. Наша задача органов власти – создать условия именно для глубокой, полной переработки сельхозпродукции. Там нужно делать из нее товары с хорошей добавленной стоимостью, с понятными качественными характеристиками и стоимостными. Это задача органов власти, и мы должны для бизнеса эти условия создавать. Ну а бизнес, вы сами понимаете, он, в общем-то, в первую очередь, наверное, считает свою выгоду. Это заложено в предпринимательских взаимоотношениях. Надо просто работать с бизнесом. Внешнеэкономическая деятельность предприятий Чувашии сократилась. Может быть, не настолько радикально и не у всех, но кто-то почувствовал себя, наверное, как-то менее уверенно. Вот удастся ли возместить потери в ближайшее время или потребуются годы? Ну, наверное, до конца года мы товарооборот на уровень прошедшего года, 13-го, не выйдем. Сегодня в целом идет сокращение около 19%. Чуть быстрее сокращается импорт, чем экспорт. Но в целом, да, год для экспортеров сложился не совсем благоприятным. И здесь несколько факторов. Ну, во-первых, нужно вспомнить об Украине. Это наш один из самых крупнейших внешнеторговых партнеров. И, соответственно, сложность, которую мы сегодня имеем во взаимоотношениях с данной страной, они отразились и на наших поставщиках продукции туда, то есть на наших предприятиях. Второе. Для нас, естественно, ближе европейский рынок. И, соответственно, натянутые отношения сегодня с европейскими странами не могут не отразиться как на импорте, так и на экспорте. Соответственно, мы имеем такую статистику. Как быстро все это будет преодолено? Естественно, необходимо и самим предприятиям сегодня уже искать другие рынки избыта. И такая работа проводится. Это и со странами СНГ расширяется, и взаимодействие со странами Африки, Азии. И работа по направлению с Китаем, Вьетнамом, Кореей. То есть, в принципе, предприятия сегодня на месте не стоят, работают. Но понятно, что в любой стране нужно доказать состоятельность своей продукции. Соответственно, наверное, на это уйдет какое-то время. Со стороны и правительства Российской Федерации, и правительства Чувашской Республики создаются целый комплекс мер поддержки. Это касается и, соответственно, организационного характера. И сегодня, в принципе, со стороны Минпромторга России и финансовые меры поддержки оказываются для экспортеров. Ну, а у нас традиционный набор мер и механизмов для малого и среднего бизнеса. Там, вот, участие в выставках, субсидирование процентных ставок по кредитам, по экспортным сделкам и так далее. Соответственно, здесь, наверное, в первую очередь нужно бизнесу активнее заявлять о себе. Ну, а с нашей стороны будет продолжена работа в данном направлении. Если рассматривать предприятия, то сегодня это химики, электротехники, которые вот по статистике снизили экспортные поставки продукции. Индекс промышленного производства по итогам 11 месяцев по сравнению с прошлым годом вырос. Вот за счет чего это удалось? Каковы цифры в конце года? То есть, сохранились ли они на том же уровне? И совпадают ли они с плановыми показателями? Прогноз, который принимался правительством, был 104% по году. Сегодня мы имеем 103,5%, если брать обрабатывающую промышленность, 104,7%. Еще месяца два назад, выступая в прессе, я говорил о том, что последний квартал будет очень напряжен. Независимо от тех катаклизмов, которые происходят в экономике сегодня в Российской Федерации, для Чуваши он будет сложным. В первую очередь, это связано с тем, что у нас напряженный по выпуску именно продукции сложился 4 квартал 2013 года. То есть, у нас довольно серьезная база. И было видно, когда Российская Федерация в августе, сентябре и даже в октябре наращивала выпуск продукции, у нас шел довольно напряженный период. И, соответственно, мы понемногу-понемногу снижали первоначальные показатели, которые были у нас в первом полугодии. Но в целом прогнозы все-таки мы не стали менять и ориентировались на 104%. Сегодня уже можно говорить о том, что, скорее всего, где-то мы уложимся 102,8%, наверное, 103,3%. В первую очередь, это связано с тем, что год тяжело завершается для предприятий. Это связано с ограничением, во-первых, кредитования, доступности к финансам в конце года. И по многим направлениям тяжело идет закрытие к концу года именно по финансированию. И второе, с тем, что ряд предприятий, на которые мы ориентировались и ожидали от них результата, все-таки до конца не смогли выйти на такой стабильный вектор работы. Это, в первую очередь, касается групп компаний тракторные заводы. Это выпуск вагонов и тяжелой техники. То есть, все-таки здесь мы прогнозировали более лучшие цифры. Сегодня уже видно, как складывается конец года. Мы смогли часть потерь перекрыть за счет других направлений. Но, тем не менее, это отразится на наших прогнозных цифрах. Но, единственное, могу сказать, что в целом мы будем выше показателей по промышленности Российской Федерации. И, как и предыдущие года, мы закончим в положительной зоне. У нас и прошлый год, и 2012, и 2011. То есть, были все выше 100%. То есть, соответственно, поступательно, потихоньку мы развиваем и экономику в целом, и промышленность. Что касается по отраслевому направлению, это, в первую очередь, электротехники положительная динамика у нас. Положительная динамика... Среди, даже несмотря на то, что сокращение заказов со стороны Украины... Ну, здесь много факторов. Во-первых, да, есть сложности санкций Украины, но в то же время много и говорится, и делается сегодня по импортозамещению. И, соответственно, наши предприятия сегодня чувствуют, что там, где была острая конкуренция... Хорошую мобильность продемонстрировали. Ну, они работали на этом рынке, и, в принципе, это же не предприятия однодневки. О них знают и Россия, и знают конкуренты, как европейские, так и американские компании, которые работают, допустим, в той же энергетике или в нефтяном комплексе Российской Федерации. И, соответственно, если данные компании этих стран ушли с рынка или на какое-то время, в общем-то, стали ограничивать доступ к своей продукции, естественно, наши предприятия, работающие в этом сегменте, предложили себя, и спрос есть. В принципе, за счет этого происходит определенное замещение. Работа в этом направлении будет продолжена. Здесь самое главное – не упустить время и хорошо показать себя покупателям. Поэтому я надеюсь, что здесь положительные тенденции сохранятся. Есть положительная работа по выпуску транспортных средств. Это, в первую очередь, касается ШССА, КАФА. Производство резино-технических изделий – это Чапаевский завод. Чуть ниже 100% пищевая промышленность, но основные наши флагманы – это и Аконт, и Букет Чуваши – показывают нормальную, хорошую динамику. То есть, в принципе, на уровне прошлого года. Поэтому за счет данных направлений мы сохраняем те показатели, которые закрепились по 11 месяцам. И я уже сказал прогноз по концу года. Иван Борисович, ну, конечно, перед Новым годом хотелось бы поговорить на более приятную тему. Но вот поведение рубля не позволяет так сохранять хорошее настроение. Меры государственной поддержки незащищенным гражданам будут усилены. И хватит ли нам средств для этого? Ну, мне немножко непонятно, поставив вопрос, усилены меры. Вы знаете и глава республики, и при принятии бюджета, когда он проходит обсуждение в комитетах и на госсовете. Один из вопросов, который ставится – в какой степени у нас социальный бюджет. И в ходе докладов показывает, что бюджет там на 70-80% сформирован социально. То есть, в принципе, меры, которые сегодня есть в республиканском бюджете, в небюджетных фондах – это, соответственно, пенсионные, медицинское страхование. Меры, которые предусмотрены в федеральном бюджете, они направлены, в первую очередь, на население, на людей. И финансово те законы и нормативные акты, которые принимаются как на федеральном уровне, так и на региональном, они подтверждены денежными средствами. То есть, сегодня выплачивается и зарплата учителям, работникам культуры, социальности и так далее. Сегодня пенсионеры получают пенсию своевременно, в срок. Сегодня оказывается медицинская помощь, социальная помощь. Идет выполнение программ по переселению из аварийного жилья. Квартиры детям-сироты строятся и, соответственно, они заезжают туда. То есть, все, что планируется и все, что необходимо со стороны и правительства Российской Федерации, и правительства Чувашской Республики, делается. Другой вопрос. Достаточно ли это? Ну, здесь, наверное, в первую очередь, население должно оценивать качество услуг, которые со стороны государства оказываются. Мы говорили о торговле, говорили о продуктах питания. Сегодня, в принципе, в ходе того же мониторинга, сети не отмечают, что есть нехватка товаров. Только если по каким-то позициям, по которым был сформирован ажиотажный спрос, а все присутствует. То есть, доступ есть. Я думаю, что все эти моменты со стороны граждан, населения, они оценены и будут достаточны для того, чтобы и Новый год встретили, и вошли в 2015 год, и чувствовали себя комфортно. Ну, а то, что касается колебаний валютных, рубля по отношению к основным валютам, в принципе, я всегда говорю, зарплату мы получаем в рублях, расходы мы осуществляем в рублях, живем мы в своей стране, любим свою страну. Поэтому, в принципе, на нас они должны оказывать в меньшей степени. Значит, больше будем отдыхать в Российской Федерации, соответственно, будем покупать больше свои товары. Ну, и в конечном счете, это должно дать толчок к общему благосостоянию и развитию. Сложности есть, но совместными усилиями, с теми планами, которые есть у правительства, мы их должны передать. Иван Борисович, в последнее время в интернете, в интернет-сообществе очень живо обсуждается финансовая политика правительства Чуваши. Вот высказывается критика, говорят и об увеличении госдолга, и о падении рейтингов. Что вы можете на это ответить? Я могу ответить коротко, что большая часть этих утверждений, она не соответствует действительности и чаще всего носит надуманный характер. Если более расширенно ответить по данному вопросу, мониторинг осуществляется Министерством финансов Российской Федерации, бюджетом всех субъектов Российской Федерации. За два последних года рост госдолга отмечен в 74 субъектах, в 11 было снижение. Среди 11 этих субъектов Чувашской Республики. Если посмотреть текущий год, мы тоже попадаем в те субъекты, которые не нарастили госдолг по отношению к основным показателям. Что касается рейтингов, обычно мы работаем с двумя рейтинговыми агентствами, международными имеется в виду, помимо нашего российского эксперта, и Мудис, и ФИЧ. Они нам буквально недавно подтвердили наш рейтинг. Соответственно, какого-то снижения, изменения здесь не имеет места. Что касается долгов как таковых, ну, в принципе, наверное, если взять за последние 15 лет, я не буду останавливаться именно на последних годах, два раза бюджет Чувашской Республики был недефицитный. Для простого специалиста здесь понятно. Если бюджет дефицитный, соответственно, идет заимствование. Значит, расходы превышают доходы. И здесь на первый план выходит, так скажем, инструмент привлечения вот этих долговых обязательств, их эффективность использования. И мы последние годы, и на этом всегда заостряет внимание глава республики, демонстрирует именно высокую эффективность и по привлечению долговых обязательств, то есть под более низкие проценты, более эффективное использование, в первую очередь, направленное на инвестиционные цели, или цели, которые связаны с основными задачами, которые поставлены президентом Российской Федерации. И именно сокращение расходов на обслуживание госдолга. И, в принципе, министр финансов, когда докладывает по бюджету, всегда демонстрирует о том, что вот как и какие расходы по обслуживанию долговых обязательств были сокращены, и насколько эффективно была проведена работа. Все это открыто, доступно, поэтому мне просто удивительно, на базе каких материалов делаются такие выводы и утверждения. Работа по эффективности долговой политики будет продолжена и в последующие годы. Это наша основная задача. Борисович, ну, подводя итоги года, какие из проектов, какие, может быть, из событий для Вас оказались самыми значимыми и важными, на Ваш взгляд? Ну, если брать экономику в целом, ну, я отмечу для себя, что продолжился ввод новых мощностей. Это пусть небольшие, но интересные производства. В Новочебоксарске открылась стройкерамика, это клинкерная плитка. Проект имеет несколько этапов. На сегодня реализован первый этап, в ближайшее время будет завершен второй этап. Были открыты новые центры такими компаниями, как Бреслер, ЭКРО. Это новые рабочие места, интересная продукция. То есть предприятие даже в сложный период демонстрирует устойчивое развитие. Пришли новые инвесторы. В конце года информацию в прессе прошла японская компания по производству жгутов для автомобильных предприятий. Долго они вели переговоры с нашим заводом, у которого были свободные мощности по предоставлению. Мы договорились, были подписаны соглашения. На базе электроаппаратного? Да, на базе мощности электроаппаратного завода. То есть сегодня уже начинается инвестирование. Много говорилось о проекте ВТБ-24. И вот буквально в декабре они должны завершить запуск своего центра. Это тоже, опять же, рабочие места, развитие площадки в центре города. Интересные такие решения. В сельском хозяйстве был принят, одобрен кредит по компании «Юрма». И, соответственно, это большой проект, который стартовал в текущем году второй этап данного проекта. И в 2015 году он должен уже выйти на мощность по производству птицы. И мы значительно увеличим выпуск данной продукции, которая сегодня необходима рынку. То есть это все-таки задело на следующий год, как минимум? Ну, уже есть результат и в текущем году, и, соответственно, с прицелом на 2015 год. То есть эти события состоялись именно в текущем году. Понятно, что невозможно реализовать какой-то проект за один день, за два дня. Возможно, даже на это нужны и годы. И мы видим, что поступательно из года в год данное направление развивается. И это знаково для экономики. Много говорилось о Хевеле, о том, что будет ли запущен завод, есть ли работа. Сегодня завод работает. Планируется его официальное открытие с участием лидеров государства. И, соответственно, в 2015 году он должен выйти на мощности свою. Есть заказы по нескольким станциям. И сегодня завод работает. И для нас это тоже знаково. Это новая, современная производство, которая интересна экономике. И интересна, я думаю, для Российской Федерации в целом. Поэтому событий много. Помимо тех, о которых мы сказали в начале разговора, я думаю, что все-таки год запомнится делами, в первую очередь. Продолжилась программа ввода детских садов. И вот на конец года приходится большое количество открытий в разных районах и городах республики детских садов для наших маленьких граждан. Родителям. Ну а нам, что мы, в принципе, те обязательства, которые берем на себя в полном объеме, выполняем. Целый ряд спортивных проектов в текущем году прошли. У нас здесь, на нашей земле, это Россия, спортивная держава. То есть события на всю страну. И, в принципе, я думаю, запомнилась она жителям республики. Целый ряд спортивных объектов вышел на завершающую стадию. И сегодня уже видно там контуры Ледового дворца, который украсит нашу столицу. И в 2015 году будет открыт. Сегодня уже многие жители столицы республики задают вопрос. А что строится в парке 500-летия? Что строится в парке 500-летия? Там строится центр маутинбайка. Это федеральный центр будет регионального значения. То есть, соответственно, там будут тренироваться команды Российской Федерации, которые участвуют и на Олимпиаде, и на чемпионатах мира. И, соответственно, для горожан будет оказываться целый спектр современных услуг в области спорта, оздоровления. То есть это и бассейны, это и залы тренажерные, и универсальный спортивный зал. То есть, которыми могут воспользоваться все жители, соответственно, Чебокса, ну и гостей столицы. Наш проект в области туризма новый поддержан, это несколько районов в нем примут участие. До этого был проект «Этническая Чуваша», где участвовал Чебоксарский район и город Чебоксар, опять же, парк 500-летия. А здесь, соответственно, Маргалышский, Чебоксарский район, есть инвесторы, проект вошел в программу. И в 2015 году мы уже должны предоставить весь пакет документов для того, чтобы в 2016 началось финансирование. «Этническая Чуваша», вот буквально недавно подписано соглашение, да, тяжело идет, но, тем не менее, соглашение с Ростуризмом заключено. Деньги, соответственно, поступят, со своей стороны мы финансирование уже провели, то есть проект выходит в такую уже серьезную, зрелую стадию, когда мы будем спрашивать уже с частного инвестора, какие вложения он должен был сделать и сделал, и, соответственно, тоже изменит облик и, вот, как я сказал, Чебоксарского района и города Чебоксары. Принято решение о вводе, в первую очередь, онкологического диспансера и сегодня… Нового корпуса. Да, нового корпуса. И сегодня уже тоже могут жители на улице Кладкова увидеть завершающую стадию строительства, там будут современные операционные, там, по самому высокому там уровню. Мы планируем, что мы его в 2015 году запустим и, соответственно, в этой вот сфере, которой сегодня по показателям нужно еще работать довольно серьезно, мы тоже сделаем шаг вперед. Поэтому событий много, можно долго их перечислять, приводить. Я думаю, что в первую очередь здесь оценку должно сделать население региона, правительство Российской Федерации. Вот я, наверное, забыл, тоже не сказал. Все-таки мы в 2013 году, а оценка проводится, она, естественно, в 2014 году, буквально в конце года, несколько месяцев назад, были оценены и правительство Российской Федерации, как регион, который улучшил свои позиции в рейтинге, переместившись с 28-го места на 14-е, получили мы грант за эти цели, то есть заслужили высокую оценку правительства Российской Федерации. Вот все это мы должны продолжить и в 2014 году, ну и, соответственно, составить серьезные амбициозные планы на 2015 год, которые нам прогнозируют, что будут нелегким. Поэтому нужно уже сегодня проводить ревизию своих планов, чтобы не было... Для нас они не были бы потом сюрпризом проблемы. В завершение разговора Ваш совет как экономиста. Что нужно в первую очередь, на что нужно обращать внимание людям и чего желательно избегать в следующем году, чтобы максимально снизить вредные последствия? Основное. Не буду я давать советов, в чем хранить или не хранить свои сбережения. Надеюсь, что сбережения у людей есть, и они их уже сохранили, приняли какое-то решение. Дам такие практичные советы. Во-первых, надо жить по средствам. Это, особенно в кризисные моменты, это главная, наверное, причина, чтобы было стабильно в семьях, чтобы были стабильные и понятные планы. Есть всегда соблазн потратить немножко больше, чем имеет человек. Но с учетом того, что сегодня довольно высокая стоимость денег, как кредитных, заемных, так и, наверное, тех средств, которые, в принципе, вы получаете. Поэтому нужно, в общем-то, бережливее здесь к данному вопросу относиться. Ну и второе, наверное, нужно все-таки ставить для себя цели – это по работе, по занятости, потому что это тоже основа для развития семьи. Если вы считаете, что те доходы, которые вы сегодня имеете, они не удовлетворяют вас, в первую очередь, смените работу, то есть начинайте работать над собой, над поиском. То есть, соответственно, активных людей, я думаю, и экономика, и общество всегда востребуют. И, в принципе, вы сможете повысить свой потенциал не только моральный, психологический, но и, в первую очередь, финансовый. Это ваш труд, который должен быть хорошо оплачен со стороны работодателя. Ну что ж, спасибо вам большое еще раз с наступающим праздником. А я напомню, что сегодня нашим собеседником был Иван Борисович Моторин, председатель Кабинета Министров Чувашской Республики. Всего доброго и до встречи уже в Новом году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова